да добрый день вот приехали поменять колеса завтра в рейс завтра едем в норвегию это надо проехать по всей финляндии где-то 1500 километров и плюс по норвегии еще около 300 километров у меня есть автосервис и шиномонтаж приехали менять колеса сейчас ребята поменяют на зимние колеса машина новая как бы годовалая сейчас ставим шипованные колеса новые continental на оригинальные диски mercedes вот такие диски колеса шипованные здесь колеса ставятся для групп как грузовая с обозначение c уже конец рабочего дня вот моя мастерская если кто живет в финляндии обращайтесь поможем с покупкой колес дисков оборудован на самое современное это комната клиентов здесь установлена кофейная машина и питьевая вода также вы можете оплачивать карточками любим любыми кредитными карточками приедете сделайте ссылку подарим вам такую как бы железную наклейку автомобиля какой вы хотите какой у вас есть такой подарим такие станки у нас hoffman как бы зачитается одна из лучших мировых фирм этой этим летом продали весной летом продали порядка около двух с половиной тысяч комплектов летних колес дисков примерно около 60 комплектов сейчас потихонечку набираются заказы на зимние колеса на следующей неделе уже приедут два контейнера у нас один контейнер из германии один контейнер из японии идет мы стараемся покупать оригинальный если код континенталь у меня немецкий как бы если это я кухамах но это наверное будет из японии сейчас ребята поменяют колеса проверят все внизу с другой стороны что проверять машина проехала 15 тысяч километров и только и один год вот заодно кофейку попьем кофе там много сортов и кофе капучино и прочие сорта сейчас по прогнозу погода в норвегии ожидается в субботу снег 30 сантиметров снега поедем посмотрим как зиме уже давно привыкли как бы это небольшая проблема здесь у нас симпатичная девушка работает вот так снизу выглядит этот автодом практически рок ровная поверхность посмотрели все ли в порядке все почти как новое здесь станки за компрессор который закачивает воздух нагнетает воздух это машинка компрессор эта машинка для мытья колес это станок и маркировать колеса масло масло мы применяем это у 8 это датское масло чем очень качественно это подшипники выпрессовывать станок пресс следующая машинка делает балансировку колес также делает анализ поверхности если у вас есть какие-то повреждения или испорчен корт то эта машинка определит в каком состоянии у вас колесо это очень хорошая машинка следующая машинка это развал схождения делать развал схождения всегда требуется это маленькой такой подъемник загоняете машину легковую и собственно говоря на один метр поднимает что ускоряет замену колес вот колеса практически раскуплены это клиентов уже подготовлены колеса для клиентов уже на дисках зимние колеса как бы ждут погоды когда можно будет уже их ставить такая мастерская у нас порядка своих очень много машин около я даже не знаю сколько 40 наверно 30-40 автомобилей мы тоже обслуживаем их здесь и плюс еще клиенты с улицы приходят как бы работы сейчас на сегодняшний день очень много на этой доске работникам записывают их не задание на день чтобы они смотрели плюс бумажном виде дается такой наряд заказ наряд всякий инструмент масло разных видов около десяти видов масел даже больше эта машина которая разбортирует бортирует колеса до 23 диаметра может делать не очень удобная машинка которая моет колеса вы засовываете то колесо и там спада и специальные градусы и колесо очищается компрессор очень мощный он так называемый винтовой накачивает достаточно воздуха чтобы справиться с любой задачей и как бы очень такой бит ну шума от него не так много подъемник тоже очень хороший полностью заезжает машина как бы и легко ремонтировать подъемник грузоподъемностью до 4 тонн но сейчас автодом заезжал у него вместе с вещами примерно около 4 тонны получаются второй подъемник как я говорил для быстрой замены колес также мы продаем диски и оригинальные продаем и не оригинальные аккумуляторы уже остатки но сейчас аккумулятор еще заказано как бы сейчас с наступлением холодов придется очень много замен аккумулятора делать новые колеса пришли какой-то комплект очевидно какой-то клиент заказал это из германии они пришли у нас очень много колес идет из германии из эстонии ну и как я говорил если контейнеры это япония германия япония очень долго это примерно где-то два месяца не идут вот поменяли колеса сейчас будем выезжать сейчас поедем на улице погода сильный дождь заводим приехали к магазину уже стемнело темно сейчас я вам покажу как работает интернет финляндии на телефоне сейчас просто устанавливаю себе новую систему машин машине проверяю как работает 5g вот на телефоне скорость получается 1090 293 мегабита на 97 нормальной скорости так как будем ехать иногда интернет может быть в лесах не везде будет сейчас на машине устанавливаю специальную антенну которая будет более лучше работать и как бы с интернетом будет все в порядке везде вот едем уже темно свет очень хороший здесь сейчас уже приедем скоро дома подъезжаем я вам покажу освещение наружное и внутреннее на улице дождь слякать и как бы уже даже иногда скоро наверно снег пойдет уже скоро вообще прям льдинки уже падают а утром встаешь на машине прям лёд значит ночью бывает минусовая температура 0 минус 1 приезжаю в дому вот он свет но сейчас плохо уже видно темно как бы вот такой свет сзади сзади здесь тоже применены какие-то галогенного или ледовские лампочки так выглядит ночное время автомобиль внутри света очень достаточно сейчас я зажег и свет гаи то такая сюда мерки это выглядит очень светло вот такие спальном месте вот такие вот синики и лампочки горят вот так вы можете включать свет выключать туалете тоже зажигается свет и как бы можете вот так просто полосочку одну ледовскую оставлять там в полу горит лампочки тоже свет внутри автомобиля потом у меня вот есть такая переносная электростанция это батарея которая рассчитана 576 ватт в час две розетки имеются по 230 вольт 50 герцевые два порта usb-a это постоянный ток 2,4 ампера 12 вольт 1 usb-a для быстрой зарядки 5 вольт постоянного тока и 1 usb-c постоянного тока 9 ватт постоянного тока да и 1 автомобильный адаптер здесь подключение к сети и солнечные батареи собственно говоря хватает если подключить свет то это на сутки хватает если телевизор подключить то это примерно 6-10 часов холодильник если подключить это хватает на 6-10 часов смартфонов можно заряжать и смартфоны айпеды можно больше пятидесяти раз заряжать кофеварка можно приготовить 30-40 чашек кофе батарейки сейчас подсоединили просто к сети батарейки 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 аккумуляторные батарейки заряжаются если вы допустим приехали нет электричества вы конечно можете от автомобиля но как бы иногда если вы сидите на улице то можете подсоединить также есть фонарь для освещения и также есть сами солнечные батареи которые солнечную погоду вы раскидываете и собственно говоря вам вообще-то мне нужно вы от солнца берете электричество очень удобная практичная вещь показывает насколько заряжен аккумулятор на сто процентов также вы можете как бы через розетку обычную заряжать этот эту станцию электростанцию также можете в автомобильную розетку воткнуть и примерно это будет по времени около пяти часов через автомобильную розетку а если вы в электрическую розетку полтора часа длится зарядки этой электростанции заряжаю свои телев свои видео камеры фотографические камеры как бы в этом плане если я иду от машины далеко нахожусь что беру с собой как бы и зарядка у меня постоянно с собой которым не хватает всегда так что спасибо за просмотр до свидания увидимся скоро